В Кировском районном суде вынесен приговор 22-летнему хабаровчанину, который из ревности зарезал своего соперника. Объединяла будущего фигуранта уголовного дела и его жертву общая знакомая. Первым с ней начал встречаться потерпевший, но вскоре пара распалась. У хабаровчанки появился новый кавалер, но от прежнего влюбленного регулярно поступали надоедливые звонки и сообщения. За день до убийства все трое случайно встретились на улице. Последовал разговор на повышенных тонах, который оскорбил хабаровчанку. Ее новый сожитель решился вступиться за честь дамы. Зломышленнику не нравилось, что за его девушкой ухаживает другой кавалер. И он решил серьезно поговорить с соперником, пригласив его навстречу. 5 декабря 2013 года мужчины встретились в безлюдном месте в северном округе города Хабаровска. Разговор изначально носил вызывающий характер. Остроты ситуации добавляло и то, что подсудимый навстречу пришел не с пустыми руками. Выходя из дома на улицу, подсудимый взял с собой кухонный нож. И находясь по улице Западный Симофор, в ходе драки с потерпевшим нанес последнему два удара ножом, причинив колото-резанное непроникающее ранение живота, а также колото-резанное проникающее ранение с поражением ткани сердца, состоящее в прямой причиной связи со смертью потерпевшего. Это кадры следственных действий. Они происходили после того, как подозреваемый был задержан и во всем признался. После того, как соперник перестал дышать, обвиняемого охватила паника. На помощь мужчина позвал своего родственника. Посвящать его в подробности случившегося он не стал, лишь попросил помочь увезти тело подальше от железнодорожных путей. Мы поехали спрятать тело в лагере. Мы не знаем, была истерика, просто сел за уль и поехал. И по Воронежской ехали, ну, минут 30. Пока не было ни фонарей, ни машин, был только лес. Тело было закопано в снегу у села Виноградовка, а сгоревшую машину жертвы, Тойоту Алион, позже нашли в безлюдном месте в северном округе. Облил, получается, заднюю дверь, достал канистру с бурзином, закрыл. Облил переднюю дверь, облил, получается, сидушки передние, облил заднюю, открыл все окна, закрыл двери, поджег бензин. Подсудимый всегда характеризовался положительно и к уголовной ответственности был привлечен впервые. На последнем заседании он не стал оправдываться, а лишь извинился перед родственниками погибшего. Извините меня, правда не хотел, чтобы так получилось. Не думаю, что может быть так же. По решению суда мужчина проведет в колонии строгого режима 11 лет. Семье потерпевшего он заплатит полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. С места происшествия Виталина Кондрахина, Анастасия Кузьмина и Максим Терещенко.